Переходим к курсу по приему оплаты за наши информационные продукты и организации партнерской программы. Дело в том, что в курсе по созданию мини-сайта мы с вами остановились на том, что мини-сайт у нас был по сути готов, но это была просто HTML-страница, где, естественно, не работала кнопка заказа и не работала партнерская программа. И сейчас у нас начинается самое интересное, мы будем учиться принимать заказы, причем как по предоплате, так и заказы наложенным платежом. И второй момент, мы будем организовывать партнерскую программу, чтобы в нашей системе могли регистрироваться партнеры и привлекать к нам новых потенциальных клиентов за некое вознаграждение. Теперь поговорим вот о каком моменте. Чтобы лучше вам дальше работалось, давайте разберем, как весь этот бизнес по сути устроен и к чему мы вообще стремимся. Первое, с чего я начинаю, это с того, что мы берем центр вас как индивидуального предпринимателя. Если вы еще не зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, то лучше все-таки это сначала сделать, потому что делается это быстро, просто и недорого. Максимум, что вы потеряете, даже если у вас что-то не получится, и вы потом решите закрыть это индивидуальное предпринимательство, максимум, это вы потеряете пару часов времени и несколько тысяч рублей. Это все, чем вы рискуете, по сути. А так, проблем в этом нет. Идете либо в налоговую, либо в фирму, которая занимается в виде посредника подобными услугами, пишете заявление, что хотите стать индивидуальным предпринимателем, платите госпошлину, и через неделю вас вносят в реестр. Все, вы индивидуальный предприниматель, вам дают свидетельства о том, что вы внесены в реестр таких предпринимателей. И дальше у вас уже появляется намного больше возможностей по ведению бизнеса и по другим важным моментам, которые будут постепенно перед вами открываться. Дальше, что стоит сделать, это сразу открыть расчетный счет в каком-нибудь коммерческом банке. То есть вы берете это заявление, точнее не заявление, а свое свидетельство о индивидуальном предпринимательстве, что вы зарегистрированы, идете в банк, пишете заявление, что хотите открыть расчетный счет, там у вас попросят некоторые документы, копии всякие, ННН и так далее, им предоставите их, и через два дня у вас будет расчетный счет, на который вы можете принимать оплату за свои товары и услуги. И, соответственно, не забудьте еще обратно в налоговую сообщить, что вы открыли расчетный счет и дать его реквизиты им, чтобы в случае чего они могли его проверять. Ну, в общем, чтобы они знали, что это ваш расчетный счет, и что вы будете платить налоги именно с движения на этом счете. Следующий момент. После того, как у вас уже есть индивидуальное предпринимательство, есть расчетный счет, я условлюсь на том, что у вас уже есть некий товар и продающий сайт. Раз вы смотрите данный курс, то, скорее всего, это так. У вас есть продающий сайт, товар, и вам остается сделать что? Вам как-то нужно связать, чтобы люди, покупающие что-то на вашем продающем сайте, оплачивали все это дело, и оплата поступала к вам на расчетный счет, с которым вы могли спокойно заплатить 6% налог и остальное положить себе в карман. То есть, вот это идеальная линия, которая в идеале нас интересует. Но на самом деле здесь эта линия не такая уж прямая, и кое над чем придется поработать, чтобы организовать вот этот момент, прием денег от населения на вашем сайте до их поступления на ваш расчетный счет в банке. Естественно, вам нужны какие-то посредники, которые будут у вас, во-первых, обрабатывать заказы на вашем сайте, принимать эти заказы, потому что сейчас у нас такого инструмента нет. И таким инструментом у нас, по сути, будет являться либо некий сервис, либо специальный скрипт. Вот я уношу сюда этот момент. То есть, нам нужен скрипт или сервис, который позволит нам принимать оплату и организовывать партнерскую программу. Такие скрипты и сервисы есть. Их на самом деле достаточно много, но в рамках данного курса я рассмотрю два самых популярных на сегодняшний день. То есть, я просто взял список всех онлайн-предпринимателей, которые более-менее известны, посмотрел, чем они пользуются, и оказалось, что 99, наверное, процентов пользуются вот этими двумя решениями. Либо это скрипт OrderMaster, который вы можете почитать о нем на сайте ordermaster.ru от Александра Долгу, либо это сервис eautopay.com от Александра... Так, не Александра, а Вячеслава Сивака, который расположен вот по этому адресу. То есть, вам нужно будет решить, чем вы будете пользоваться или отдельным скриптом, или вот этим сервисом. По обоим этим решениям я подготовил серию из более чем 10 уроков, поэтому вы можете даже сначала посмотреть эти уроки, решить, что вам ближе, и уже определившись, использовать то или иное решение. Это вот первый момент данного уравнения. То есть, нам нужен скрипт или сервис, с помощью которого люди на нашем продающем сайте смогут оформлять заказ, а партнеры смогут как бы привлекать клиентов на наши продающие сайты, и чтобы это все нормально учитывалось и работало. То есть, вот эта часть у нас будет отвечать за это. Но это еще не все. Плюс к этой системе или к этому скрипту нам нужны некие посредники по приему денег. Я их обозначил здесь вот таким образом – посредники по приему денег. И это вам знакомые, возможно, уже такие решения, как Robocass, WebMoney, Payment System, RBK Money, Яндекс.Деньги, ZPayment и многие другие решения, которые позволяют людям прямо на интернет-сайте оплатить ваш товар тем или иным способом. Вот, например, Robocass – это мультирешение. Там с помощью нее можно оплатить ваш товар огромным количеством способов, начиная от кредитки, заканчивая Яндекс.Деньгами и так далее. Есть отдельные решения – чисто WebMoney подключить. Есть чисто сервис по приему кредиток по Online System. Есть чисто… Вот здесь тоже, кстати, мультифункциональный RBK Money. Там многими разными вариантами можно оплатить. То есть, это третий элемент нашего уравнения. И наша задача будет состоять, по сути, в том, чтобы связать все эти элементы между собой. То есть, наш продающий сайт связать с этим сервисом или скриптом. Данный сервис или скрипт связать с посредниками. А уже с этими посредниками мы должны будем напрямую заключить специальные договора, благодаря которым они смогут выводить все полученные деньги на наш расчетный счет в банке. Сюда бы я еще, кстати, добавил Почту России, потому что, по сути, много заказов, если вы продаете физический товар, будут у вас поступать. Заказы будут через наложенный платеж. И поэтому, по сути, Почта России здесь будет также являться посредником вашим. И вот таким образом вся эта схема выглядит, и вы ее должны примерно держать в голове. То есть, наша задача сейчас первым делом как бы установить скрипт. Мы начнем с скрипта Order Master. Вот первая задача наша будет установить данный скрипт и связать его с нашими продающими сайтами, чтобы вот эта кнопка заказа, она вела именно на скрипт Order Master, который мы установим, и он позволял бы принимать этот самый заказ. А уже дальше остается дело техники. Мы связываем данный скрипт с этими посредниками. А благодаря тому, что у нас есть индивидуальное предпринимательство и расчетный счет, у нас нет проблем с тем, чтобы заключить договора с этими посредниками, потому что при наличии у вас ОГРН, вот этого государственного номера регистрации в качестве ИП, и расчетного счета, все эти посредники быстро идут на контакт и с радостью заключат с вами договора, по которому они будут перечислять все поступившие деньги на ваш расчетный счет за вычетом своей небольшой комиссии. Вот такая схема у нас с вами будет работать. Так, и теперь пару слов о том, какое решение вы будете использовать на своем сайте. Чем они вообще отличаются принципиально? Первое. Скрипт Order Master. Даже из названия понятно, что это скрипт, и его нужно оплатить один раз, а затем просто установить к себе на сервер, и он будет у вас как бы работать без дальнейшего требования оплаты. Это как бы единоразовая такая инвестиция. Поставили и работаете. Другой вариант – это сервис e-AutoPay. Здесь уже как бы от вас никаких телодвижений особых не требуется по установке, по настройке данной системы. Не нужно создавать базу данных, ничего такого делать не придется. Это сервис, который располагается как бы на отдельном ресурсе, и вы просто регистрируетесь здесь, добавляете товары, связываете их со своим мини-сайтом и начинаете работать. То есть с этой стороны это как бы попроще выглядит. Но обратная сторона в том, что здесь каждый год нужно продлевать оплату данного сервиса. На данный момент он стоит, например, 1700 рублей в год. Поэтому здесь палка о двух концах, что называется. Здесь один раз купил, но как бы немножко нужно помучаться с установкой и настройкой. Затем можно как бы работать уже не задумываясь. А тут, по сути, как бы легче в установке все, но нужно продлевать подписку, так как это уже сервис. Поэтому я записал для вас и данный вариант, и данный. Посмотрите, что вам окажется ближе, на том и остановитесь. Так, дальше. И последний момент, на который хотел обратить внимание. В курсе по мини-сайту у меня основной домен был smartbiz.ru. Здесь будет основной домен maxpopov.ru. Здесь не удивляйтесь. Смысл как бы от этого не меняется. Просто лицензию, которую я покупал для скрипта Орзермастера, она у меня выписана именно на вот этот домен. Поэтому я уж не стал покупать еще одну лицензию на домен smartbiz и, соответственно, продолжил работу с этим доменом. Но еще раз скажу, смысл от этого не меняется. Все остальное будет точно так же. Вот у нас обычный мини-сайт, и наша задача научиться принимать здесь оплату и подключить партнерскую программу. На этом все. Жду вас в следующем уроке. Там мы уже начнем работу со скриптом Орзермастер. Продолжение следует...